Вопоресса у всех на слуху не только из-за созвучности ее названия с кофе Неспрессо, но и из-за таких оригинальных устройств, как Таргет Этера. Компания умеет удивлять своей креативностью, но на этот раз мы были поражены обратным. Этот обзор будет немного необычным, потому что говорить мы будем о прототипе, который поступил в продажу за то время, пока мы его тестировали, и имя ему на лу. Особенность атомайзера заключается в окошках, через которые можно увидеть намотку. Трудно сказать, что это необходимая вещь, но она тут есть. Топкэпа нет, и вместо него тут цельный корпус с дриптипом нестандартного типоразмера. Однако в релизной версии вопоресса прилагает в комплекте еще парочку дриптипов, и в них уже можно установить классический 510, который крайне нелепо смотрится на дрипке с диаметром в 24 мм. Обдуву на лу нижний регулируемый. Одно отверстие можно перекрыть и использовать атомайзер с одной спиралью. Однако за возможность регулировки вы платите необходимостью периодически вытирать сетап, так как при установке корпуса на базу вытесняется часть жидкости и конденсата. Внутри нас ждут велосити-стайл стойки. Места много, и обслуживать дрипку удобно. Пара и вкуса на лу дает достаточно. Этому способствуют и нижний обдув, и сферическая обработка купола. Однако выглядит дрипка как ведро. А если быть еще честнее, то это копия Цунами-24 от GeekVape. Вапоресса умеет удивлять, и нам очень интересно, кто у кого украл идею. Или же это просто поразительное совпадение. Очень странная ситуация, особенно учитывая тот факт, что с фантазией у этих ребят все хорошо. Но по большому счету потребителю это мало интересно. Зачем брать на лу, когда есть Цунами, которое и выглядит приятнее, и комплектации радует больше, и стоит примерно столько же. Мы благодарим Вапоресса за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях.